Привет, дорогие мои! Сегодня 3 июня 2021 года от Рождества Христова Евгения Горта. Очередное спонтанное видео. У меня очередная дата, так сказать. А пока не забыл, что называется. Готовю ежемесячные всякие ролики, такие концептуальные. Периодически записываю какие-то приходящие идеи. И вот одна по последнему ролику была идея о том, что люди это что-то типа пазлов, может быть, сот. Извиняюсь за такое сравнение с кому-то, оно не очень понравится. Ну, много всяких из лего деталек, может быть, ну, то есть, человек, что из себя отдельно представляет. Или там еще куча пословиц, там все в одной лодке. Еще не буду говорить, какие всякие есть такие, может быть, не очень такие оптимистические поговорки. Смысл такой, что вот как раз, если возвращаться к тому видео, где у меня описана глобальная картина мира, извиняюсь опять за такое громкое выражение, там, вы видите, Eternal Option, Вечный Выбор. Вот такое видео год назад, в мае месяце, в 2020 году. Там путь, материальная сторона, духовная сторона и цель просветления. Вот. И это, наверное, самое загадочное до сих пор для меня тоже остается в этой вообще схеме. Что же это есть такое, собственно? В интернете сейчас куча видео по этому поводу, вообще такая, оказывается, популярная тема. Когда я полтора года начинал на эту тему что-то пытаться понять, и я не знал, что, оказывается, такая пуча всяких вещей там есть. Вот, оказывается, есть. Я бы хотел вот добавить свое видение, свое ощущение, вот как раз, скорее, предварительного этапа к просветлению. То есть, часть общества так устроена сейчас, что люди все-таки действуют по принципу свою рубашку ближе к телу. То есть, мое, твое, я, ты и так далее. У меня на эту тему тоже есть много видео, и не только у меня. Вот, а смысл как раз то, к чему, в общем-то, я и пытался подвести в течение всего своего блога, о том, что не мог никак какие-то доказательства привести. Вот все эти пазлы, все эти кусочки пазлов, все эти сотты, все эти кубики из лего, то есть, если люди ассоциируют с ними, должны в итоге на финише соединиться, все ли будут это люди, живущие в данный момент, души, присутствующие в этом мире, может, еще в каких-то, не все, но какая-то картина должна образоваться. И вот когда все эти духовные субстанции соединяют свою энергию, соединяют свое видение именно с любовью, исходя из самых божеских эмоций, самых божеских чувств, не знаю, как это назвать, да, исходя из веры, тогда появится некая картина. В каком формате она будет, там 2D, 3D, 100D, это не так важно, важно, что она будет. Ее увидят. Идим. Вот я об этом хотел сказать. То есть, это будет результат, и сейчас получается, что, ну, что, 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 вопрос, да, вопрос, что, в данном случае, наверное, зачем понятно, для того, чтобы прийти к просветлению, а что надо сделать, нам, мне, тебе, и я тебе, тебе, все вместе, чтобы вот эту картинку, соединиться в эту картинку, в эту модель, видеть ее, и сказать, да, вот, это нам нужно. мы туда идем. Мы туда идем. Вопрос. Ну, так скажем, получается, он немножко, да, все-таки, неправильно, я уже забежал вперед, да, что нужно делать, чтобы соединиться, вообще нужно ли, то есть, видите ли вы такую необходимость, чувствуете ли ее в себе. я вот лично почувствовал, почему и поделился. И второй момент, собственно говоря, что делать, если вы это чувствуете, это потребность, что мы будем делать. Увидимся. Пока.